Кроме депутатов областной думы, в ряде районов выбирают местных парламентариев и глав сельских поселений. На связи Углич. На одном из избирательных участков работает корреспондент Елена Куликова. Елена, добрый вечер. Как у вас проходит единый день голосования? Приветствую, коллеги. Сегодня в Угличском районе, как и во всем регионе, выбирают депутатов Ярославской областной думы седьмого созыва. А в сельских поселениях выбирают еще глав поселений и депутатов муниципальных советов. В Угличском районе исключение составляет только Головинское сельское поселение. Там выбирают сегодня только главу поселения, поскольку депутатов муниципального совета избрали в 2016 году. Выборы депутатов областной думы проходят по двум округам – одномандатному и единому. По одномандатному округу номер 21 баллотируются четыре кандидата. По списку по единому округу по территориальной группе – семь избирательных объединений. На должность главы по пяти сельским поселениям претендует 15 кандидатов. За 40 мест в четырех сельских муниципальных советах борются 51 кандидат. На территории Углича и Угличского района сейчас работает 48 избирательных участков. И если в районе на один избирательный участок по подсчетам избиркома придут проголосовать от 200 до 600 человек, то в городе от 1000 до 1700 избирателей придется на участок. Сейчас мы находимся в избирательной комиссии города Углича и Угличского района. И рядом с нами ее председатель Андрей Гурин. Андрей Николаевич, приветствую вас. Как проходят выборы сегодня у нас? На сегодняшний момент времени выборы проходят в штатном режиме. Жалоб в территориальную избирательную комиссию не поступало на нарушение. Явка достаточно высокая, я считаю, для такого уровня выборов. На 12 часов по району проголосовало почти 13% избирателей. Достаточно высокая явка в сельских поселениях, где проходят местные выборы. Выборы глав и депутатов муниципальных советов. Там явка порядка 20-22% на 12 часов. Поэтому я надеюсь, что процент явки останется такой же высокий. И выборы пройдут без нарушений. Нарушений пока никаких не зафиксировано? Нарушений на сегодняшний момент, да, то есть не зафиксировано. Мы беседовали с председателем избирательной комиссии города Углича и Углического района Андреем Гуриным. Напоминаю, что избирательные участки работают до 20 часов и у всех желающих еще есть время проголосовать. На этом у меня все, коллеги. Спасибо. Я напомню о ходе голосования в Угличе и районе рассказала корреспондент Елена Куликова. Продолжение следует...